Растения в горшках освежают интерьер квартиры или дома. Сложно представить жилье без маленьких островков зелени на подоконнике. Особенно радуют глаз экзотические цветы, которые напоминают о жарких странах. Уход за орхидеей в домашних условиях требует специальных навыков, поскольку она довольно капризна. Однако результат превзойдет все ожидания и окупит затраченные усилия. Цветет растение долго и в этот момент напоминает изысканный букет. Орхидеи растут на всех континентах, кроме заснеженных Арктики и Антарктики. Наибольшее количество их разновидностей встречается в тропиках. Эти цветы любят тепло и влагу. Упоминания об орхидеях можно встретить у древнегреческих ученых, считавших растений лечебным. У индейцев, варивших из их пестика ароматные напитки, у народов Юго-Восточной Азии, отгонявших с их помощью от жилища злых духов, существует более 35 тысяч видов орхидей. Окраска цветов варьируется от белой до пурпурной и черной. Также орхидеи делятся на группы наземных растений, подземных, живущих на ветвях деревьев. Наиболее популярна в цветочных магазинах орхидеев Аленапсис. В дикой природе она растет на территории Китая, Малайзии, Филиппин, в предгорьях Гималаев и даже в Австралии. Она относится к группе растений, живущих на деревьях. Большая часть их корней парит в воздухе, получая из него влагу. Иногда на них образуется утолщение, напоминающее клубни, в которых накапливаются питательные вещества. Следует помнить, что фаленапсис привезен из теплых стран, в связи с чем требует тепла и хорошо увлажненного воздуха. Эта орхидея цепляется за деревья и разрастается в тени их кроны, скрывающей листья растений от прямых солнечных лучей. В горшок необходимо воткнуть крепкую длинную палку, которая послужит опорой. Обычную землю для выращивания орхидеи использовать нельзя. В магазинах продается специальная почва для этого цветка. Правильный уход за орхидеями в домашних условиях не сложен. Нужно лишь соблюдать основные правила. Правильное освещение, как уже упоминалось, летом на яркое солнце цветок лучше не ставить. Оно опалит нежные листья. Свет должен быть рассеянным, поэтому для растения лучше выбрать подоконники, выходящие на восток или на запад. Зимой и осенью, когда день короткий и за окном рано темнеет, необходима специальная подсветка, иначе листья цветка начнут желтеть, а бутоны не распустятся. Тропический день длится более половины суток, поэтому нужно подумать, как возместить нехватку солнечных лучей. Для одного цветка достаточно включенной лампочки в 40 ваттах, установленной так, чтобы на листья и соцветия попадало достаточно света. Дома уход за орхидеями прост в плане соблюдения температуры. В квартире всегда достаточно тепло, однако есть два опасных фактора. Кондиционер. Он резко высушивает воздух и после его использования требуется дополнительно опрыскать растение. Ни в коем случае нельзя ставить орхидею под струю работающего кондиционера. Сквозняк. Цветку не нравится переохлаждение, поэтому растение следует убирать с подоконника в момент проветривания помещения. Если орхидея перестает свисти, ей требуется небольшой стресс. Уменьшив дневную температуру до плюс 12 градусов Цельсия, а ночную понизив еще на пару градусов, можно добиться закладывания почек. Заметив их, не стоит резко прерывать прежний режим. Переходить на обычную комнатную температуру надо постепенно, чтобы почки закрепились и вскоре превратились в бутоны. Влажность воздуха тропический климат отличается высоким уровнем влажности. Обычный показатель – от 60 до 70%. В квартирах и домах он гораздо ниже, особенно в отопительный сезон. Сохранить подходящий для орхидеи микроклимат поможет частое опрыскивание из пульверизатора. Причем вода должна быть комнатной температуры и хорошо отстоявшейся. Увлажнять листья и стебель, избегая соцветий, следует не реже 3-4 раз в неделю. Если воздух чересчур пересушен, можно купить увлажнитель и поставить его в комнату, где находятся растения. Прибор принесет пользу не только ему, но и живущим в квартире людям. Уход за орхидеями в домашних условиях предусматривает ряд хитростей. Цветок можно посадить не в стандартный глиняный горшок, а в прозрачный пластиковый, через стенки которого видна корневая система. В нем легко сделать несколько прорезей и не поливать почву сверху, а ставить его на 5 минут в плошку с водой. Так корни впитают необходимое количество влаги, и не создастся ее излишек. Если стенки горшка непрозрачные, поливать орхидею полагается, как только верхний слой земли на ощупь покажется сухим. Важно не залить цветок. В естественной среде корни забирают необходимое количество влаги скоро деревьев, когда идет дождь. Если в горшке скапливается слишком много воды, корни цветка начинают гнить, что приводит к пожелтению листьев и опадению цветов. Бороться с этой проблемой у многих получается достаточно успешно. Орхидею нужно аккуратно вынуть из земли, осмотреть корневую систему и остричь подгнившие части. Почву лучше заменить на новую, ведь старая остается излишне влажной и способна свести на нет все усилия по лечению цветка. В холодное время года полив орхидею нужно сократить, а летом, напротив, чаще проверять состояние грунта. Если орхидея не хватает влаги, все ее листья истончатся, а нижняя пожелтеет и отвалится. При восстановлении режима она быстро оживет, но лучше не допускать такой ситуации. Если комнатная орхидея относится к группе наземных растений, как, например, самбидиум, тогда уход за ней в домашних условиях будет несколько иным, чем зафален апсисом. Состав почвы для разных видов этих растений заметно отличается. Цветам, растущим на деревьях, не требуется почва, содержащая питательные вещества, зато земля должна позволять излишком влаге быстро испаряться. Правила ухода за орхидеей наилучший вариант. Купить в магазине грунт для орхидеи и добавить в него несколько составляющих – кусочки керамзита или пенопласта, мохсфагнум, кору дуба или сосны, шелуху от семечек, древесный уголь, перлит. Все эти элементы позволят разрыхлить почву и увеличить приток воздуха к корням, что имеет большое значение для фаленапсиса. Не следует бездумно смешивать все составляющее в надежде, что орхидея сразу начнет пышно цвести. Основный секрет подбора подходящей почвы – экспериментирование с разными пропорциями добавок. Здоровый вид цветка покажет, что выбран верный состав. Элементы требуют тщательного водного и термического очищения. Вначале их промывают, а мох замачивают на день, чтобы избавиться от насекомых. Затем добавки, допускающие обработку при высоких температурах, сушат в духовке. Эти действия избавят корни растения от грибка, который размножается во влажной почве. Сомбидиуму, живущему на земле, потребуются питательные добавки в дополнение к обычному грунту. В этом качестве подойдут листья неодовитых растений и смесь торфа с древесным углем. Выращивание орхидеи дома в ограниченном объеме почвы подразумевает специальный уход. Сомбидиум следует время от времени подкармливать, чтобы создать комфортные условия для роста. Стандартные питательные добавки для комнатных растений орхидеям не подходят. Им нужны растворимые минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот и железо. Они содействуют росту листьев и цветению, а также дарят растению иммунитет против вредителей. Некоторые владельцы орхидеи используют органические добавки, вроде кусочков шкурки банана. Однако сложно рассчитать необходимое количество подобной подкормки. Ее избыток вызывает процесс гниения корневой системы растения. Надежнее становиться на готовых удобрениях, среди которых пользуется спросом и имеет положительные отзывы палочка для орхидей. Она, пропитанная минеральными добавками, вставляется между грунтом и стенкой горшка. При поливе постепенно растворяется, подпитывая цветок. Пересадка растений любая орхидея требует пересадки раз в два года. За этот срок входящие в состав грунта компоненты разрушаются, затрудняя вентиляцию корней. Кроме того, растение может перерасти свой горшок, и тогда его корни начнут выступать наружу. Это приводит к нехватке минеральных солей даже при регулярной подпитке почвы. Орхидею осторожно достают из горшка, отряхивая корни от прилипших комков грунта. Цветущие растения пересаживать нежелательно, но особого вреда процесса ему не нанесет. Далее цветок перемещают в большего размера горшок со свежей увлажненной почвой. Основные проблемы при выращивании орхидеи правила ухода за орхидеей растений может заболеть даже при точном соблюдении условий по его выращиванию. Уход за орхидеями для новичков обязательно включает изучение пособия и инструкции. В них содержатся рекомендации опытных флористов и информация об особенностях цветка. Как уже упоминалось, залив корней приводит к их порче и опаданию листьев. Появление на зелени желтых пятен могут спровоцировать прямые солнечные лучи. При ненадлежащей обработке составляющих почвы в ней развивается грибок, приводящий к разрушению корневой системы. Вялые листья говорят о недостатке влаги и слишком сухом воздухе. Орхидеи довольно неприхотливы, ухаживать за ними несложно, если знать основные правила и учитывать специфику климата, в котором эти цветы растут в природе.